друзья всем привет вы на канале дача без проблем сегодня мы поговорим о том какой субстрат лучше выбрать для выращивания микрозелени меня зовут кирилл я занимаюсь выращиванием микрозелени профессионально уже более года сейчас мы находимся на моей фирме микрозелени и так друзья давайте все-таки разберем субстраты которые существуют для новичков у нас самый подходящий субстрат это будет агровата либо кокосовый торф для более продвинутых уже это будет льняной или джутовый коврик для профессионалов это будет там нетканное полотно либо салфетка по факту можно выращивать на чем угодно даже на обычной салфетки почему для новичков подходит больше агровата и кокосовый торф агровата очень хорошо держит влагу ее тяжело пересушить то есть она высыхает при нормальной комнатной температуры в течение 3-4 дней высыхает полностью то есть вы можете в принципе каждый день не поливать и достаточно один раз в два-три дня полива ваших растений и они будут нормально себя чувствовать кокосовый торф в принципе обладает тем же самым он тоже хорошо держит влагу но плюс ко всему он как бы еще рыхлый то есть для маленьких культур он очень подходит потому что им легко пробить корни вниз для более профессиональных людей к телу уже выращивает кто долго подойдет льняной или джутовый коврик хорошо держит влагу но требует полива 23 раза в день в зависимости опять от температуры если у вас тепло в помещении там либо на ферме где-то то есть надо за ним постоянно следить не получится это сделать так как с ваты либо кокосом не поливать его там несколько дней ваша зелень пересохнет и соответственно вы ее выбросите что касаемо нетканного полотна либо салфетки неудобно тем что его надо постоянно поливать за ним нужно постоянно следить его нельзя пересушить а пересушить его очень легко потому что она очень тонкая и очень мало держит в себе влаги на кровати очень хорошо выращивать baby лист либо микро зелень это у нас базилик амарант и такие культуры которые как бы любят удобрения то есть их постоянную одну будут удобрять на льняном и джутовом коврике как бы растут хорошо все культуры и в том числе и базилик с амарантом тоже но постоянно надо следить надо постоянно поливать надо постоянно подливать удобрения то есть это периодичность учащается чем агр exile либо кокос на джутовых ковриках хорошо растет редиска, хорошо растет горчица, морковка, луки хорошо растут, то есть вполне нормальный субстрат для этих культур. На ткани очень хорошо растет горох, то есть в принципе ему вообще субстрат никакой не нужен. Да, друзья, есть очень много культур, которые можно вырастить вообще без субстрата. О них мы поговорим в следующих видео и разберем подробно, как это сделать. Еще один фактор выбора субстрата, это его стоимость. По стоимости, как бы самое дорогое, это кокосовый торф, но если вы растите в масштабе, если вы растите для себя дома, как бы это не сильно накладно. Вторая идет, это агровата, она как бы тоже не дешевая, но продается есть в больших матах, которые можно в принципе самостоятельно нарезать на коврики нужного вам размера. Следующее это лен и джут, которые также можно купить отдельно уже ковриками, можно найти где-то там у себя в городе, продается в принципе везде во всех магазинах, тоже нарезать себе под размер. И соответственно самый дешевый вариант, это у нас нетканное полотно, либо какая-то салфетка, которую тоже можно найти в любом хозяйственном магазине. Советую выбирать вам субстрат от вашего уровня и навыков выращивания. Ссылка для того, чтобы найти субстраты и все необходимое для выращивания микрозелени будет под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, что вы хотите в следующем видео тоже пишите.